ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставшиеся 15 минут первого периода проходят уже не так зрелищно. Соперники, конечно, собрались уже искуснее и отражают атаку. Спокойствие и безмятежность плавно перетекают во второй период ни одного гола. Зрителям без накала страстей на ледовой арене откровенно скучно. Кто-то ушел в телефон, кто-то беседует, а у кого-то своя игра. Но есть и такие зрители, кто ловит каждое движение бело-голубых и болеет так, что аж голос срывает. Добой, 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 не давайте! Пройти! Красавчик! Я думала, начало матча было хорошее, наши молодцы, но сейчас уже, наверное, ушли, но Никита спасает. Молодцы! Надо вперед идти! Хорошая игра! Динаманда, вперед! Вы видите, у вас сын? Хоккеистов будет. Комментатор. Ну и хоккеистов, возможно, тоже, да. Команда выигрывает, я все время хожу на их матчи, стараюсь больше ходить. В этом году просто не было первый раз. Поэтому шикарная обстановка, шикарные эмоции. Поначалу, конечно, дали нормально прям разгону. Второй период так покатались, но ничего. Сейчас третий период зажгем. Хорошо пошли. Получается, у соперников просто поддержки нет или слабая команда? Да, нормальная команда, просто, может, маленько подразумевались. Сейчас нагонят, я думаю. Одну шайбу-то должны забить. Болельщик Виталий как в воду глядел. Третий период оказался более живым. Сухой победы не вышло. Одну шайбу юниор все-таки забивает. Все же счет 5-1 в пользу белоголубых. Сегодня в 7 вечера на льду Титов-арены стартует вторая игра. А всего в этой серии будет 4 домашних матча. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.